Похоже, смерть звезды советской эстрады Валентины Легкоступовой развязала в ее семье настоящую войну, которой не видно конца и края. Так, на днях стало известно, что вдовец певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, в обход двух ее детей, заявил свои права на наследство. Он претендует не только на нажитое артисткое имущество, квартиру в Москве и за границей, деньги и украшения, но и хочет получить авторские права на произведение Легкоступовой. Якобы вдовец всерьез намерен начать концертную деятельность и исполнять знаменитую ягоду-малину. Между тем, у Фирсова своя правда. На фоне новостей о наследстве он объяснился со своими немногочисленными подписчиками в Инстаграме, попросив их не писать гадости и проявить сочувствие. Я потерял близкого человека и на протяжении нескольких месяцев живу с этим ощущением. Это очень непросто. Думайте о том, что вы пишете, обратился к публике и ахтсмен. Следственный комитет забрал мои деньги и закинул их в наследственную массу. Я верну свои деньги, а все остальное отдам Матвею, иначе Анета его по миру пустит, заявил Юрий Фирсов, дав понять, что между братом и сестрой далеко не все гладко. Мы с Валей всего один раз были у дочери в гостях, и то со своей едой. Ее жадность зашкаливает. С третьим мужем Юрием Фирсовым, артистка прожила в браке всего месяц и скончалась при странных обстоятельствах. От двух предыдущих браков у Валентины Легкоступовой остались двое детей. Старшая дочь, 29-летняя Анета Бриль, певица, 19-летний Матвей, студент. Семейную трагедию сын никогда не комментировал, а дочь, наоборот, неоднократно высказывалась против мужа матери, которого подозревает в причастности к ее гибели. Могла ли Валентина Легкоступова получить смертельные травмы, банально упав в ванной или была жестоко избита? Ответа на этот вопрос у следствия по-прежнему нет. Спустя 4 месяца после загадочной смерти звезды 80-х, уголовное дело так и не возбуждено. Все еще проходит доследственная проверка. Чтобы форсировать затянувшийся процесс, Бриль даже написала письмо главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять дело на личный контроль.